Вначале в монастырьщину его послали. Это 50 километров от Смоленска. Начальником ОГПУ называлось. И он там начальником был. Ну а потом перевели его в Смоленск. И знаешь, что интересно? Слушай, я говорю, да, а дедушка все хвастался, что я начальник, что я участник трех войн. Гражданской, финской и отечественной. А я говорю, дедушка, а сколько ты человек убил? А он говорит, ни одного. Вот так. Участник трех войн. Ой, и рассказывал мне. Я говорю, он переводчиком там как-то был, кем-то там работал. Но в боях он говорит, я говорю, людей я не убивал. И знаешь, интересно, вот было личное дело, и вот дедушки на документах, и ему начальник отдела кадров дал выписку из его личного дела. Майор Казаков либерален с врагами народа. Повышению не подлежит. Понимаешь? Вот. Так у дедушки был заместитель Пережогин. Дедушка в войну сразу запросился на фронт. А их управление эвакуировали в Алма-Ату. Так дедушка всю войну на фронте, как был майор, так и приехал майором. А его заместитель из Алма-Аты вернулся генералом. И вот сейчас его тут дом стоит. Ему дом построили генералу Пережогину. И дом этот вот тут у нас недалеко от моего дома стоит. Вот такие вот дела. А дедушка так и остался майором всю жизнь. Вот. Вот такие. Ой, ну, ты знаешь что? Слушай, в 37-м году, когда стали вот это, 37-й год тяжелый, когда там стали врагов народа, и его начальник там их отдела, послали его в Японию. Он съездил в Японию. А кто? А где-то в КГВ работали. Съездил в Японию и приехал и стал рассказывать. Ой, как японцы живут. Ой, какие они умные. Там все. Стал рассказывать. И папу вызывают. Там в отделе собрали кучку народу. И говорят, давай напишем заявление, что он наш начальник. Японский шпион. И говорит, нас же всех повысит, а тогда, знаешь, шпиономания была. Японский шпион. И папа говорит, что я, говорит, такого никогда не подпишу. Не подпишу, говорит. Какой он японский шпион. Что ты? Нас сразу повысит там все. Вот. И папа единственный из всего этого отдела большого КГБшного, особый отдел был, отказался. И у него в личном отделе написано, либерален с врагами народа повышению не подлежит. Продолжение следует.